Подкасты I Love Supersport. В гостях у Максима Журила и Сергея Сиротенко. Запись воркшопа «Ставим цели на 2021 год» по-новому. Друзья, всем привет. Меня зовут Максим Журила. Это Сергей Сиротенко. Всем привет. Мы каждый год в том или ином формате делаем разговор о целях. Все прошлые годы мы собирались вживую и разговаривали о том, как ставить цели, и более того, ставили их. Сейчас вживую мы большими группами не собираемся, поэтому делаем это в онлайне. Я, честно говоря, делаю это в онлайне впервые. Поэтому, я имею в виду с целями, все, что связано. Поэтому посмотрим, как пойдет. Очень важно понимать, что это не столько теоретический разговор, сколько практическое занятие. И плюс в этом году мне очень хотелось добавить какой-то новизны в этом процессе. Я знаю, что некоторые из вас, по крайней мере те, кто регистрировался на сегодняшнее мероприятие, приходили на нашу оффлайновую постановку цели на протяжении нескольких лет. А чтобы добавить новизны, я подумал, что лучше Сергея Сиротенко этой новизны никто не добавит. Человек-ледокол, человек-легенда. Плавал с нами с Корсики на Сардинию. Ходил в горы, марафоны бегал, проверенный, учился в Еле, работает в НСИАД, знает все про самые крутые лидерские, менеджерские фреймворки развития. И как кто, как не Сергей, расскажет о том, что вообще сейчас современная мировая саморазвитие говорит о целях. Вот, поэтому, да, Серега с нами. Нужно было просто на том одном из упражнений, которые мы сегодня сделаем, я просто просил Иру Московкину, который сказал, Ир, я уже разжирел, потолстел и уже потерял форму на тот момент опять, значит, что мне сделать? Она говорит, Серега, вот конкретно сегодня, прям в ближайшие 24 часа сделай одно действие, которое тебе поможет, которое тебе... А до этого Макс, ровно две минуты до этого, Макс мне сказал, ну, на цель поставить. Соответственно, в эти же 24 часа я внес деньги за какое-то, не помню уже что, по-моему, как раз за... Я говорю, Макс, куда деньги? Мне пришли, как только вот я внес, я понимаю, что уже я не убегу никуда. Поэтому вот все, можно... Закончим. Можно отключаться. Нет, давайте не будем, давайте только начнем. Еще раз, да, сегодняшнее мероприятие, у нас даже есть несколько слайдов, если режиссер нашу трансляцию отключит, да, сегодняшнее мероприятие, оно о том, чтобы обсудить передовые подходы к целеполаганию. Собственно, для этого у нас есть Сережа, а все самые передовые, самые подходы к суперцелеполаганию он нам расскажет. Второе, это практическая часть поставить цели на следующий год, то есть посвятить этот вечер. Я надеюсь, что вы как-то удобно все устроились, у вас там ничего вам не мешает, не отвлекает, и вы сможете с нами побыть в течение часа, полутора, не знаю, двух, если все пойдет как по маслу, и выйдите отсюда с конкретными целями. Третье, это, как я уже сказал, у нас не столько лекционное занятие, сколько практическое, и поэтому у вас будет возможность познакомиться с новыми людьми вот в таком онлайн-формате, и, может быть, даже завязать какие-то отношения на будущее. Ну и последний пункт от Сергея был – весело провести время. Что ты имел в виду? Я имел в виду, что позитивное подкрепление – это очень важная штука для достижения цели. То есть если сам процесс нам сегодня понравится, то и с целями тоже будет весело. Чтобы весело провести время, ты обещал какой-то рэп в начале. Да, очень важно, как нас учит главный коуч в Google, он говорит, что очень нужно в начале и вообще один раз в день делать чего-то, чего-то вы боитесь. Я, например, никогда не пытался, я вообще не знаю, что такое рэп, я только слышал, но мы можем с тобой попридумать какой-то короткий рэп и попытаться сейчас в креативе краска что-то сделать. Ты когда-нибудь начинал эфир с рэпа? Я не заканчивал ни разу рэпом, не начинал, даже в середине этого. Богославский учит тебя, не боятся облажаться. Ну давай, начинайте. Мы сегодня в прямом эфире, я Сиротенко, ты Журила, мы всем покажем сегодня класс. И с тобой это мастер-класс. Макс Журила, давай не стесняйся, ко мне ты сейчас присоединяйся. Серега, ты красава. У нас есть зрители студии, они тоже аплодируют. Давай, я присоединюсь к тебе с тем, что расскажу о том, какой у нас будет хаускиппинг у всей этой штуки. Режиссер в ключе слайд. И дальние куки. Да, и несмотря на весь этот бред, это мероприятие мы все равно запишем. Но записываться будет только то, что будем нести мы, а то, что будете говорить вы. Житель страны. Да, житель страны, оно останется только с вами. Ну, в общем, небольшие элементы нашего хаускиппинга. Серега, теперь я хочу передать пас тебе, да, чтобы мы двинулись как-то в сторону уже нашей основной темы. И ты говорил о том, что для того, чтобы думать о целях, нужно быть в каком-то типа нормальном состоянии. Ты начал с рэпа, это здорово. И у тебя была идея о том, какое мы можем сделать легкое упражнение для разгона в начале. Да, мы хотели предложить каждому из вас буквально на секундочку соединиться с одной-двумя вещами, которые, возможно, в прошлом году все-таки получились, несмотря на сложный контекст, о котором уже никто, наверное, не готов слышать. И мы предложим вам это сделать в маленьких группочках, буквально по три человека. Одна вещь, которая удалась, просто короткая рефлексия буквально на одну минутку. Давай, Сереж, мы давай перейдем тогда к твоему контенту, которым ты как раз хотел поделиться. Одна из основных тем, с которой имеет смысл начать, это вообще про целеполагание, про текущие подходы. Ты суммировал основные пункты, связанные с целеполаганием, над которыми нам всем имеет смысл подумать перед тем, как ставить цели. И, скорее, немножечко теории, если хотите, выжимка, как ставить цели, поскольку я в своей роли часто работаю с большим количеством руководителей, либо в бизнес-школе «Инсиарт», либо в компании «Уартхаул», где наша роль с разными топами работать и помогать им, их планы развития формировать. И это довольно часто кажущийся простым процесс, но требующий, конечно, большего диалога, большей глубины, большей проработки. И в этом плане у нас есть несколько идей о том, нетривиальных, может быть, идей, потому что целеполагание кажется простым. У кого что получается? «Жить можно» поступил на суперскую образовательную программу, в кадровый резерв попал, удалось закончить долгий ремонт, первый раз выступал на конференции, удалось перейти из линейного функционала в проектную команду. Основное открытие «Жить можно» не только в столице, трендовые, мне кажется, вещи. Удалось бегать шесть раз в неделю, я просто сейчас восхищаюсь. «После влияния Максима похудел на 116 килограмм». На 116, на 16. Это потрясающе. Да, Леша приедет. Да. Увидел без спортивной формы тебя. Супер, супер, супер. Класс. На самом деле здорово. Хорошо, на 16 тоже мощно. Резировать два крупных проекта на работе, создать себе авторитет, репутацию в новом коллективе. А кто-то писал «нет», нашел новую работу. Слушайте, очень круто. Да, да. Ну, здорово. Во-первых, здорово, что тут еще кто-то в университет в Англии поступил. Ну, все, это был контрольный. Тем не менее, во-первых, что мы сейчас делаем? Прежде чем ставить цели, нужно быть в состоянии, которым эти цели хочется ставить. И, возможно, немножко видеть стакан наполовину полным не помешает. И, наверное, не бесполезно тоже думать о тех моментах, которые были позитивны. И жизнь продолжается, несмотря на какие пандемии. Слайд. Да. Что мы сделаем сейчас? Я хотел пробежаться по нескольким инсайтам про целеполагания, которые могут быть нам полезны, прежде чем мы сами занырнем в этот процесс и сделаем это для себя. Итак, мы часто думаем, мы часто перестаем ставить цели, когда понимаем, что были прошлые неудачи. И предпринимательство, Макс, как ты знаешь, не понаслышке, это в принципе про постоянно встать, отряхнуться и пойти дальше. И снова преодолевать неудачи. Но полезно понимать, что чувство стыда и вины – это, конечно, не лучшее место, из которого мы исходим. Ой, на что-то не получилось, лучше мы туда не полезем, в это целеполагание, потому что в прошлые разы не получалось. И в этом смысле надо пытаться преодолевать и двигаться дальше. А чувство стыда и вины в том, что я не очень конкретно ставлю цели? Абсолютно. Или, например, всегда чувство стыда и вины вызываешь у меня ты, потому что ты айронмен и такой крутой, и весь айлов суперспорт. А я всего лишь человек, который может только добраться до одной пятой или бруса, как со второго раза. Но в следующем году моя цель еще раз, с третьего раза попробовать залезть. Тем не менее, цели наши должны быть, а не чьи-либо. И это тоже очень важно, да, не надо равняться на кого-то другого. Место целеполагания от результата, как мы часто ставим цели? Я хочу такой результат. Любопытный формат – ставить цель от идентичности. Какая у меня идентичность? Я кем хочу стать? Я хочу стать бегуном. Я не просто хочу делать что-то, а кем я хочу стать? Следующий момент. Важно стимулировать усилия, а не результат. Сами по себе усилия. Голдсмит говорит, в конце дня задавайте себе вопрос. Did I do my best too? Сделал ли я максимум, чтобы сегодня позаниматься спортом? Сделал ли я максимум сегодня, чтобы выставить позитивные отношения? И стимулирую результат. Если мы стимулируем усилие, результат рано или поздно будет. Это важная мысль. Вот эта триада про начало состояния, в которое мы должны войти, из которого мы принимаем решение. То есть у вас тяжелая ситуация. Иногда бывает, когда звонят клиенты, им нужно срочно принять решение. Иногда лучший совет сказать – это просто лечь спать, хорошо поесть, восстановить физику и свой ментальный фокус. И из этого места, из этого состояния принимать решение, потому что история и нарратив, который из плохого физического состояния, когда ты плохо себя чувствуешь или просто не выспался, ты не придашь этому позитивную историю. И уже потом стратегия того, как действовать. Именно в таком порядке. Следующий тезис. Если вы делаете план развития, у нас разные форматы, мы можем… Если вы делаете потрясающий формат, когда пишете цели на всю жизнь. И смерть – это, кстати, потрясающая коучка, когда мы представляем, а что, если мы умрем завтра или через месяц? Все сразу встает на свои места. Момент-то море. Момент-то море, моментально. И об этом нужно всегда думать, как говорят стойки. И в этом плане… Но короткие цели, когда они на ближайший час, сразу больше энергии, больше конкретики, больше фокуса, заужается фокус, это тоже можно использовать, разбивая длинные цели на короткие. Шестой момент. Про историю про достигаторство. Мы играем, мы достигаем многого, и мы пытаемся наслаждаться процессом. Я прихожу к тому, что процесс важнее, чем цель, потому что если от процесса будет удовольствие, ты в итоге это будешь делать. Мне кажется, это чуть важнее. Как ты думаешь, кстати? Ну, я за баланс в целом. Тут вопрос, что поджигает на старте, то есть что инволвит, и потом что как бы ингейджит. То есть это разные немножко механизмы, мне кажется. Я вижу в таком подходе очень много рисков. Я недавно был эфир с Юрой Белонощенко в Инстаграме, мы разговаривали с Юрой и Женей. Ты наверняка знаком, да? Слушал они, да. Вот, и меня как бы зацепила очень мысль и такой опыт Женин о том, что их подход к воспитанию детей, боби-клуб, вся эта идея в том, что максимальные свободы, занимаясь тем, что нравится и так далее. И она сказала о том, что сейчас они видят, что иногда такой подход может приводить к тому, что, например, дети не умеют справляться с трудностями. То есть или не умеют, например, дожимать, не умеют преодолевать. А это ключевой фактор успеха, на самом деле. Ну, да, то есть получается… Энджела Дакворд критит вот это упорство, да? Получается, что если ты говоришь, что, ну, окей, там надо делать только то, что, там, не знаю, приносит удовольствие, такой гидонистический подход, да, то, ну, во-первых, не все вещи, как бы, в моменте приносят удовольствие, есть как отложенный результат, да, который ты можешь получить. И прямо сейчас тебе может это удовольствие не приносить, но, как бы, лучше научиться это делать. Вот поэтому… Ну, дебаты очень, на самом деле, любопытные. Пример того, как я изучал китайский язык в Еле, это была одна из инвестиций, которые я сделал, и я нашел то, что… Я очень люблю кофе, по утрам особенно, да, и я понял, что если утром, если я то, что я очень люблю, совмещаю с тем, что сложно, то у меня меньше боли от этого процесса, потому что мне представил каждый день утром квиз по китайскому, потому что материал, который мы прошли, я садился, выделял час в кофейне, и я очень кайфовал от этого утреннего кофе, и не так страшно и ужасно было изучать эти иероглифы. Ну вот, видишь, да. То есть добавлять иногда этот микс. Ну и плюс, да, если там, например, нашего общего с тобой хорошего знакомого Андрея Волкова вспоминать, то я не знаю, кому это на самом деле фраза приписывается, но у меня она с ним ассоциируется, что жизнь начинается там, где кончается зона комфорта, а гидронистический подход, он все-таки про комфорт, то есть я небольшой стороной. Я думаю, что каждому, конечно, нужно свое, но одна из целей моего следующего года, я точно двигаюсь в сторону меньше себя насиловать, то есть работы слишком много стало, то есть нужно искать баланс. И у каждого свой, и цель этого эфира – каждому из вас помочь, сделать то, что вам полезно. Кому-то надо, наоборот, больше выйти из зоны комфорта, а кому-то, наоборот, нужно больше дать себе поддержки, это всегда баланс. Окей, следующий слайд? Давай. История про сценарное планирование, то есть что мы видим в корпоративном риск-менеджменте. Циклы планирования сокращаются в целом, то есть уже горизонты планировали, потому что мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, какие новые штаммы этого вируса появятся, нам сложно долгосрочно планировать, но все равно стратегию нужно иметь. И сценарное планирование, что означает, что мы знаем, что мы следим за определенным набором показателей, например, выручка в бизнесе, прибыльность или сегментация, или какой-то сегмент бизнеса. Мы выбираем за какими показателями следить, у нас условно есть три сценария, и исходя из них мы действуем, вплоть до того, как планировать свои поездки на триатлоны и так далее. Следующий пункт – slack is king, то есть очень важно иметь хоть какой-то запас по мощности, потому что система слишком уязвима, когда нет свободного пространства, когда нет мощности под педалью газа, когда мы истощены. И идея ключевая резилентности и способности отвечать на вызовы в том, что лидеру чертовски важно в первую очередь заботиться о себе. А предприниматели, например, они ассоциируют настолько себя с бизнесом, что они спасают всех, кого угодно, кроме себя, и очень тяжело, в том числе энергетику, собственно, восстанавливать. Десятый пункт – история про Элана Малалли, который по разным рейтингам признается лучшим генеральным директором мировым, который вытащил из кризиса две компании – Boeing, Ford и в целом один из популярных руководителей. У него есть простая мантра, он говорит, ребят, не надо вот этих умных всех ваших фреймворков, открывайте ваш календарь и банально смотрите факты, делайте аудит времени. Есть ли там все, что для вас важно? В твоем календаре есть ли все, что для тебя важно? Точно нет. Например? Вот сейчас я смотрю. Чего там не хватает? Я, кстати, в последнее время спорт не заношу в календарь, хотя у меня была такая практика. Наверное, можно это вернуть с первого года. Что еще? Семейные всякие штуки тоже не заношу в календарь. То есть календарь превратился в такой больше бизнес-ориент. Это, кстати, тоже любопытно. Голосмет говорит, что если мы замеряем, мы любим замерять на работе, но если мы не замеряем дома, тяжелее управлять тем, что нельзя померить. В этом смысле иногда нужно начинать замерять дома. Напишите в чат, что у вас не хватает, чего в календаре, какой темы. Может быть, это тоже нам поможет спланировать. В целом, общее правило, что становится в календарь, имеет резко больше шансов быть реализованным. Да, кстати, ребята пишут там про отдых, например. Это тоже классная тема, потому что, наверное, действительно немногие его в календаре. Да, абсолютно. То есть у нас есть такая мантра, в том числе про студентов лучших бизнес-школ, что мы неуверенные в себе достигаторы. То есть мы все достигаторское, мы планируем, а когда отдохнуть и рекавери, я хотел бы, чтобы рекавери и восстановление стало одной из тем моего года. То, что ты говорил, Питер Брэгман с потрясной книгой «Эмоциональная смелость». Тезис очень простой. Мы не достигаем поставленных целей, потому что не хотим испытать те чувства, которые мы вынуждены будем испытать для того, чтобы получить ту цель, которую мы хотим получить. Подумайте о количестве важных разговоров, которые вы могли бы совершить, если бы не боялись почувствовать то, что вы хотите почувствовать с вашими партнерами по бизнесу, руководителем, подчиненными, близкими. Это неприятно. И часто именно это может нас останавливать. Я ужас испытываю от того, когда сижу перед белым экраном и нужно писать что-то, создавать какой-то новый контент. Чертовски неприятно и приятно никогда не будет. Ну и последний тезис про то, что Эмми Атмансон из Гарварда считает, что нужно совмещать исполнение, то есть реализацию целей с научением. Простой пример – это регулярно выходить с танцпола или с активизма. То есть генеральные директора – они обычно активисты, и мы все время делаем. И вот уметь рефлексировать, то, что мы вам сегодня будем помогать делать, немножко создавать для этого пространства, это то место, где мы можем шаг назад сделать и сказать, какой урок, что получается, что не получается, что можно сделать лучше. Примерно как Алексей Навальный спрашивал своего опрашиваемого, собственно, а что получилось, что не получилось. Это тоже пример рефлексии. Оцените по десятибальной шкале. Оцените по десятибальной шкале. Явно есть какой-то опыт работы с коучем. Как развивать эмоциональную смелость? Ну, то есть этот мускул тоже надо практиковать, но есть важный момент из зоны ближайшего развития. Есть слишком большой вызов, вы себе можете бросить. Но, как пример, система ежедневных вопросов от нуля до десяти, от одного до десяти, насколько мне удалось сегодня рискнуть в ситуации и сказать то, что у меня было на уме, но я не решалась сказать. Это один пример. В группах это делать еще тяжелее. Чем больше группа, тем еще тяжелее это делать. Но часто просто держать тему в уме и где-то ее на видном месте себе зафиксировать. Мы об этом, кстати, расскажем. Вы можете поставить это себе как одну из целей, и мы дальше поможем двинуться вперед. Я, по-моему, все пункты прошел. Слушай, вот эта тема, кстати, это то, в чем я тебе завидую. Умение структурировать, записать вопросы, отвечать на них каждый вечер. Может, что-то там ставить оценки, подсчитывать средний балл. Ага, ну ты же проходил. Квадратный корень. Ты же проходил, ты же проходил это тоже все. Ну это капец, да. Но это прекрасно, но... Возможно, это тоже неправильно. То есть излишней рефлексии тоже на самом деле не надо. Каждому нужен свой объем рефлексии. У меня просто активная исследовательская позиция. Когда я вижу, там был клиент, который ставил одни из ежедневных вопросов. У нас каждая встреча начиналась, 3-4 встречи подряд начинались с того, что он жаловался. Что-то не так с погодой, партнер по бизнесу, все не так. Мы 5-7 минут на это тратили. Он говорит, секунду, мы каждый раз слышим что-то не так, что жалуются. Он говорит, а можно добавить мне вопрос? Сделали максимум, чтобы не жаловаться. Через 3 месяца не было никаких признаков. По крайней мере, в начале встречи. Они, наверное, уже были вне наших встреч. Но, тем не менее, это такой триггер, который напоминал человеку о том, что для него важно. Я слишком много говорю, мне кажется. Да, давай из этих 12 попробуем выбрать какие-то, не знаю, ключевые или это все важное. Давай для тебя лично, для тебя лично, как для Сергея Сиротенко. Какие кажутся важными пункты? Рефлексия, самый главный. То есть, что мы имеем в виду? Закопаться в действии можно всегда. Но уметь останавливаться и задавать себе вопрос. Одну вещь, которую я сделал бы иначе. Или что там такое? Мы пропущем седьмой пункт? Это, кстати, тоже в этом есть урок. Спасибо большое, что вы заметили. Когда вас спрашивают от нуля до десяти, Тим Феррис, например, считает, что нельзя просить, чтобы люди поставили семерку. Потому что семерка из десяти – это как бы и не туда, и не сюда. То есть, шесть или восемь – это уже, понятно, или четыре, или больше похоже на три. А семерка так себе. Я думаю, а давай попросим проголосовать. Интересно, кому вот в какую сторону. За семерку голосовать нельзя, мы выяснили. Один из этих двенадцати пунктов. Четвертый не очень понятен. Давай прокомментирую и пойдем дальше. Можно первый слайд. Да, еще раз. Состояние, то есть, то, как мы себя чувствуем в моменте – это две вещи. Это как мы физически себя ощущаем. И где фокус внимания? Фокус внимания на том, что так или что не так. Фокус внимания на том, как мы можем, что хорошего в этой ситуации или что плохого. То есть, физическое состояние и ментальное – две вещи. И это состояние может привести к тому, как мы описываем, то есть, нарратив, как мы описываем то, что происходит. Это конец или начало? Это возможность или это ограничение? И третий пункт – это уже, что мы будем делать. То есть, что случилось, что это для меня значит, и что я буду делать. Ну, такие вот три блока именно в таком порядке. Это не самый простой пункт для понимания. Извините, если я плохо объяснил. Окей? Двигаемся дальше? 11-го больше всего. 11-го больше всего. Прикол. Передадим привет Питеру Брегону. Про эмоциональную смелость, да? Да, это супер. Можешь с ним делать. Там, кстати, был вопрос о том, как ее развивается. Ты видел? Ну, опять же, целая большая тема. То есть, эмоциональный риск – это невероятно сложная тема, особенно в группах, в малых группах и командах. То есть, вы даже сейчас будете работать в малых группах. И когда наедине с собой мы можем чем угодно поделиться, с близкими можем много чем поделиться, но на большую группу сказать, как вы себя чувствуете, и эмоциональный именно риск, именно своими эмоциями чем-то поделиться, крайне тяжело. И, безусловно, это мускул. Можно один раз в день просто это делать. Как мы меняемся? Я скажу одну вещь, мы двинемся дальше. Два подхода. Первый подход – поведенческий. Мы просто это делаем, а потом смотрим, как это приземляется, и мы меняемся за счет просто делания. Просто пошел бегать, смотришь, и стал бегуном, как пример. А второй вариант – мы много можем рефлексировать, ходить к терапевту, писать в своем дневнике. Внутренний театр лидера. 95% до 95% у нас миллионы импульсов в секунду бессознательных, поэтому мы себя вообще не очень знаем, и единицы осознанных. И мы себя изучаем и думаем, а что же мы хотим. Вариант тоже длительный, но он тоже может сработать. О, я осознал, мне нужно больше бегать. Это изнутри и наружу. На самом деле ответ – и то, и другое работает. Ну и второй пример, что есть среда, вы строите комьюнити, вы строите сообщество, вы строите среду, которая стимулирует развитие. Ну, естественно, мы сами думаем, что мы… То есть мы и есть среда, и это вечный танец. И нужно и то, и другое ставить на службу своему развитию. Скриншот поменять на своем телефоне с одним приоритетом года, который вам будет об этом напоминать. Или один раз в день. Сделал я все, чтобы один раз в день в ситуации, в которой я раньше промолчал, я высказал то, что я думаю по поводу этой ситуации. И посмотреть, что случится. Рисковать. Окей. Ну, да. Супер, Серега, спасибо. По инсайтам прошлись. По крайней мере, над каждым из них точно можно поразмыслить. У меня такой последний вопрос здесь, наверное, к тебе. Какие-то классические подходы, то есть это сейчас уже не в моде, ну, то есть когда человек, например, как-то линейно, не знаю, планирует себе что-то по разным областям, и потом как бы ищет пути достижения туда. Это просто не тренди штука или так можно? Я просто вижу то, что я вижу, что циклы планирования сокращаются, потому что слишком, то есть нет ребенка без матери, нет лидерства без контекста. Нам критически важно сверяться с контекстом. Какой контекст? Все меняется слишком быстро. Стратегии уже не работают на такие долгие горизонты. Сценарное планирование. Нам нужна гибкость во всех решениях, которые мы принимаем. То есть нетривиальный мир, вот этот непредсказуемый, требует каких-то новых инструментов. В тех ситуациях, контексте, где ты можешь линейно планировать, у тебя, например, есть куча кэша, ты понимаешь, что ты можешь в какой-то из тем планировать. Конечно, это все возможно. Я лишь, и учитывая наш формат, когда мы с тобой готовились, мы ведь про одну тему. Мы хотим, чтобы вы ушли с каким-то одним инсайтом, может быть, сам инсайт или какая-то тема вам будет уже достаточно для того, чтобы двигаться дальше, просто вас что-то осенит. А возможно, вы настолько готовы действовать, что вы впишете в план развития, получите кучу идей, поделитесь с другими, чтобы это была ваша группа поддержки, это бесценно, да, для, в том числе, группа поддержки, вообще сообщество, это особенно мощный инструмент сопротивления стрессу вот этому сегодняшнего дня. Вот, то есть, я абсолютно за, пусть растут все цветы, все методы, я лишь предлагаю те, которые мне кажутся любопытными. Ну, а вот, а что ты думаешь по поводу такого долгосрочного планировать? Понимаешь, что все быстро меняется, мы не знаем, что будет, не знаю, через год, даже через полгода, но при этом является ли это достаточным аргументом для того, чтобы не планировать хотя бы в каком-то виде свое будущее на 10 или 20 лет вперед? Мне кажется, у нас, понимаешь, я-то как раз считаю, что вижен, видение нужно сохранять, просто это должно быть самонаводящее, если такое орудие, которое как бы идет дальше к цели, даже если цель начинает двигаться, она начинает двигаться. То есть, с этой точки зрения, эта метафора верна. Однозначно нужно планировать, просто быть более гибким, учитывать контекст. Идентичность тоже нужно, идентичность тоже меняется, и мы ее постоянно переизобретаем. Например, год в бизнес-школе, это известная теория о том, что это место и пространство, в котором наша идентичность меняется. Мы что-то старое оставляем за дверьми, и что-то новое берем в номер, мы часто меняем еще и профессию. То есть, транзитов, которые у нас происходят, мы слышим от предпринимателей, которые сейчас говорят, все, хватит, мы не можем больше ждать, все настолько плохо, что нужно делать то, что ты давно мечтал делать, и запускать бизнес, и в кризис эти бизнесы запускаются в любом случае. То есть, тут как бы гибко, мне кажется, к этому можно подходить. А ты можешь чуть-чуть про вот этот вижен рассказать, то есть, если ты обсуждаешь это со своими студентами, или у тебя есть какой-то, не знаю, подход к тому, как его нащупать? Да. Ну, на самом деле, это огромная тема. Мне кажется, еще раз, инструмент, мы можем поделиться при желании, но редко кто это делает, потому что это огромная работа, например, делать. Мы заставляем, заставляем, потому что иногда надо заставлять это делать, писать небольшое сочинение себе. Называется «Изложение личных и профессиональных особенностей». То есть, индусы пишут, извиняюсь, по 20 страниц, кто-то из западноевропейских несколько страниц, но по сути, это небольшой эссе с ключевыми вопросами про свою идентичность и ключевые события жизни. Потому что прошлое нам нужно как линза, через которую мы воспринимаем себя. Ну, расскажи, то есть, что нужно делать. Да, ты пишешь бумагу с четкими инструкциями, там все написано, мы можем поделиться со всеми, и ты пишешь ключевые события, которые я помню. У нас очень выборочная память, но почему-то в нашу идентичность, в нашу копилку падают определенные события. И это часто формирует нашу жизнь. Мы принимаем какие-то решения. Если мы их принимаем не очень осознанно, то и это двигает в нашей жизни. Маленький пример. Одним из моих старых воспоминаний является разочарование моего дедушки, который был 4 года в концлагере, когда я, приехав на лето, очень неряшливо выпал грядку. И он к нам подошел, и он сказал, короче, это очень плохо сделано, я не помню, матом или нет, но суть в том, что он сказал мне, что пока это идеально не будет сделано, ты отсюда не уйдешь. Я понял, что я там на все лето, я понял, что мое детство закончилось. И несколько лет я пытался понять, собственно, что. Но в итоге я этому очень благодарен, потому что я хоть немножко научился работать и реально трудолюбивым стал человеком, может быть, слишком. Или землетрясение очень в раннем детстве, где я сильно испугался, и риск для меня очень тяжелая история. И вот эти внутренние театры, то, что айсберг-то, его основная часть под водой, это очень сильно нас формирует, а мы продолжаем бежать вперед, не осознавая то, что с нами происходит. То есть такая самотерапия в виде дневников, но в данном случае это такое целостное сочинение про свою жизнь. И ты много очень осознаешь. Вот тебе конкретный пример. Осознаешь в плане того, что ты можешь понять, какие-то... Кто ты. И ты понимаешь, оу, я всю жизнь был человеком, который удовлетворял других. А кто я? А у меня очень крутые родители. Я удовлетворял отца, например. И сепарация становится центральной темой. И ты понимаешь, что мне вообще хочется своей жизнью жить. И самому быть лидером для себя для начала, а потом уже лидировать других. То есть лидерство себя возникает сначала, прежде чем мы лидируем других. Это тоже пример упражнения. Похоже на пенсиональность? Конечно, похоже. Рефлексия. Ну, окей. Давай тогда... То есть про Вижн в целом поговорили. Хорошее упражнение. Наверное, можно начать как минимум писать что-то. Ты мне давно, кстати, уже челленджил этой темой. Ну, идея какая? Короткий тезис, что желательно какие-то собирать данные. То есть любая диагностическая работа очень полезна. Лидеры всегда собирают данные про свое лидерство. То есть подумать, что ключевого происходило за последний год, это тоже сбор данных. Или отчет 360 ключевых людей опрашивают. А как твое лидерство в их глазах отражается? Иногда с ними можно анонимно поговорить, обобщить картинку. И получить ответ, есть тысячи теорий лидерства, но получить ответ свой, почему за тобой должны идти другие. Это просто обязательная задача для лидера. Ну, не будем отвлекаться. Окей. Дальше у нас был план, потому, чтобы разобрать с тобой темы, связанные с разными моделями целеполагания, для того, чтобы каждый участник мог как-то прислушаться к себе и соотнести себя с той или иной моделью. Да, наверное, мы просто чуть более бегло все сделаем, потому что мы планировали максимум в два часа уложиться, возможно, даже чуть меньше. Наверное, будет меньше теории, больше практики. Давай тогда мой слайд пройдем максимально быстро. Просто я вижу, что здесь в чате есть в группе с нами люди, которые приходили на мероприятия, которые раньше мы делали в оффлайне. Я, по-моему, четыре или пять раз проводил это. Может быть, даже больше в своей жизни, когда мы собирались вместе и ставили цели. То, что ты сейчас видишь на экране, это, в принципе, самая простая методология. Мне она очень близка, я, в принципе, ей пользуюсь и планирую продолжать пользоваться. То есть есть 10 областей в нашей жизни, и можно пройтись по каждой из них, подумав лет на пять, не знаю, 3-5, 10 можно подумать, и пофантазировав и помечтав поставить цели в каждой из них. У тебя появляется такой лонг-лист, который первый раз сделав это упражнение, дальше с этим лонг-листом можно работать. Собственно, я вот последние много лет это делаю. То есть ты его апдейтишь каждый год и дальше из этих целей выбираешь какие-то ключевые на следующий год. Те, кто из вас не делал это упражнение, можно это сделать в каникулы, можно это сделать до Нового года успеть. Вам потребуется примерно час времени на то, чтобы подумать над каждой из этих областей. берете прям первую, все, что с материальными вещами связано, закидываете мысли на пять лет вперед, думаете, куда бы вы хотели прийти. Тут точно нет правильных ответов. То же самое касается и всего остального. Те из вас, у кого есть уже этот лонг-лист, можно поднять с прошлого года или с позапрошлого года, если вы приходили на такое мероприятие, посмотреть, что из этого можно актуализировать и поставить снова. Вот. Идея как бы крайне проста. Вот здесь нарисовано прошлое и настоящее будущее, ПНБ, и Б зеленого цвета. То есть идея заключается в том, что в настоящем ты можешь спланировать будущее, которое не произойдет само по себе, и начать действовать, исходя из этого плана. И спорт в данном случае – это лучшая метафора. Вот. Это мой метод. Но Сергей предложил сегодня разобрать несколько более прогрессивных. Это очень прогрессивные. Они все хороши. И поэтому давай мы, наверное, перейдем дальше. И то, о чем ты говорил, про Джима Коллинза и про вот этот подход, который он предлагает, если ты расскажешь поподробнее, может быть, попробуй. Джим Коллинза, на самом деле, кто слышал про Джима Коллинза, можете поставить вот такой вот палец вверх. Мне кажется, это будет любопытно, интересно, кто с ним знаком. Вот я вижу, что некоторые знакомы… Да, круто. Он, на самом деле, очень важную вещь делает. Он начинает свои страцессии с того, что заставляет руководители или группы компаний, с которыми работают, говорит, сразу взяли лист бумаги и написали пять брутальных, жестких фактов о том, что происходит в вашем мире, в вашей индустрии. Никаких приветственных речей, ничего. Это очень важная штука, в том числе про контексты, про тренды, которые неизбежно все изменят. Но короткая тема. Он очень мощный подкаст у Тима Ферриса забабахал. Суть того, что я взял из этого подкаста, одна тема года, один приоритет – тема, просто тема в широком смысле слова. Три приоритета ключевых, которые все остальное должна этим трем приоритетам соответствовать. И у него есть такой термин в книжке «От хорошего к великому» «Big, hairy, audacious goals». То есть большие, волосатые, амбициозные цели. Это прикольный термин. Но мне очень понравилось именно три вещи, которые нужно перестать делать. Это тоже редкий… В соответствии с этой темой года? Не обязательно с темой года. Просто в общем. Это может помогать этой теме года, может не помогать отношения, которые давно пора прекратить, активность, которая не дает ценности. И в этом плане аудит времени – шокирующая активность. Открыть календарь и просто даже месяц прошедший провести, а это вообще нужно было. Я ловлю себя на том, что я соглашаюсь часто на встречи, которые, ну непонятно зачем, их много. Они заполняют время, и ты не понимаешь, зачем ты делал. Просто ты избегаешь того самого эмоциональной смелости, что тебе надо делать это. Настолько тебе хочется, может быть, контакта с людьми. Ну, мы все в этом плане не очень рациональны. И перестать делать – это тоже мощный фрейм. Окей? Да, давай мы… Что мы с этим будем делать, с этой методикой целью? Мне кажется, самое время на группы разбить, да? Ну, давай мы сделаем все-таки сначала какое-то демо. Давай я тебя поспрашиваю. Давай, давай. То есть, что задачу? Тему и почему она важна? Ну, давай, да. Вот одну тему года, вот если бы ты выбирал, то что бы ты выбрал? Ну, я сейчас настолько устал, что, конечно, я бы тему восстановления и тему позитивных каких-то эмоций. Мне очень многие люди говорят, ты слишком серьезный, мы знали тебя таким улыбающимся, позитивным человеком. После Эльбруса, наверное, что-то изменилось. Но я стал задумываться о том, что я просто… То ли потому что год с новорожденным ребенком – это, правда, не самый простой опыт – я бы хотел восстанавливаться, то есть энергетикой восстановления. Это тема. Тема года. Тема года. 21-го. Да, так. Как раз третья волна – коронавирус. Поможете. Это надо учитывать в сценарном планировании. И почему это важно? Потому что я помню, когда я первый раз взял ребенка на руки, только после рождения, и у меня было защемление спины небольшое, случилось, я взял его на руки, и я аж присел от того, что так, вообще-то, если я сам слаб, или у меня что-то болит, я никому не могу помочь. А это часть моей идентичности, я мечтаю всем помогать. И вот в итоге так как-то… То есть важность, она просто фундаментальна. Я просто нецелостен, если я этим не занимаюсь и перегружаюсь. То есть для меня это важно. Можешь еще круг глубже копнуть, но мне кажется, это то, что мы хотим, чтобы люди сделали в своих… Да, ну то есть теперь понятно по поводу темы года, а три приоритета… И пример, очень простой пример. Дэн Пинк написал книжку про тайминг. То есть мы все говорим, что делать, как делать. Дэн Пинк написал книжку про тайминг. И он первое выявил, что у большинства людей утреннее время лучше для концентрации, время после пяти, после шести время для брейнстормов, после обеденное время 20% увеличиваются ошибки хирургов, мы все фокапим, попадаем в аварии и так далее. Только простые административные задачи. Я хотел бы защитить свое утро в следующем году. Не зови меня на встречу. Все, кто в чате, не зовите меня на встречу по утрам. Я буду делать глубокую работу, я буду концентрироваться, буду думать, читать, писать. Вот что я хотел бы делать утром. Очень простая активность и перестать начать. Окей. А про приоритеты ты сказал в итоге или нет? А, три приоритета. Но мы не планировали просить людей про три приоритета говорить. Пока можно только на тему сфокусироваться. Про одну тему года, да. У нас маловато времени, но три можете тоже об этом подумать. Скажи ты про свои три, раз ты так хочешь. Я тему еще не придумал. Я могу сказать, что мы до эфира, я Сергею уже спрашивал, а если у меня несколько тем, то есть как их вообще... Пусть будет. Да, пять. Пусть будет пять. Плохо. Пусть будет пять. Просто проблема какая? Голдсмит, как известный коуч, он говорит, синдром планировщика, это planners' buys. Это мы очень сильно переоцениваем собственную эффективность, собственную способность. Потому что в нас сейчас сидит два человека. Один – это стратег и планировщик, а другой – это исполнитель. И когда реальность... Мы же с вами против... Против чего мы с вами имеем дело? Против этого невероятного маховика инерции, собственной, внешней и так далее. И мы такие крутые, мы мачо, мы сейчас пойдем... В этом смысле наша задача, частный нарциссизм, немножко собственные клиентов уменьшать и говорить, одну, но очень важную, даже если маленькую, а потом позитивное подкрепление и альтернативный маховик он сможет победить. Тем не менее, это ваша жизнь. Если вам классно сделать 10 целей, может быть, маленьких, или у вас чувство, что есть ресурсы, конечно, делайте это. Ну, там у нас уже дискуссия в чате разгорелась по поводу того, что на прошлом слайде было 10. Но смотрите, друзья, мы идем сейчас по некоторым методикам целеполагания. И на прошлом слайде была моя методика целеполагания, на этом слайде методика Джима Коллинза в исполнении Сергея Сиротенко. Поэтому может быть разный подход. Ну, кстати, если я задумался над твоим вопросом по поводу одной темы года, то мне непросто, правда, сформулировать какой-то фокус. Это, наверное, такой хороший, значит, вопрос. Потому что у меня крутятся в голове какие-то прикладные вещи, связанные там либо с моим развитием, либо с бизнесом, либо с какими-то общественными делами. И в то же время крутятся какие-то верхнеуровневые штуки, вот как у тебя. То есть, ну, не знаю, стоит ли это делать с единственным фокусом. Я подумал бы еще вот сейчас с тобой в разговоре. Давай подумаем. В группе. Давай, расскажи тогда, что мы сейчас людям предложим на ближайшие несколько минут. Короткий тезис, да, про то, что сейчас-сейчас, я просто быстро хочу ответить. Опять же, вам решать по количеству, не обязательно иметь стоп-цели, но задуматься о том, что я должен перестать делать, тоже стоит. Если особенно вы перегружены или у вас есть плохие привычки, есть известный список 20 привычек Голдсмита, что перестать делать. Если вы диагностируете, что у вас ни одной нет, можете написать, Максим вам выплатит 10 тысяч рублей, потому что таких людей мы еще не встречали. Что сейчас нужно будет сделать? Нужно будет сделать, или подарить сертификат на I love super sport. Нужно сделать, будет, мы задаем задание на группу, да? У нас, да, мы делаем три участника на группу, Лен, и по четыре. Давайте идем четыре, не больше четырех, три-четыре. Ты реши, не больше четырех, и мы дадим вам, пусть это будет восемь минут, буквально по две минуты на человека, не больше представились, и попытайтесь проговорить две вещи, очень просто. Приоритет года для достигаторов пусть будет три, топ-3, но мы реально не комментируем больше. Да, да, давай спусируемся на одном, это классно. И важный очень момент, вопрос именно мотивации, то есть, а почему это важно? Что ценного для меня случится? Что на кону, на самом деле, если я этой теме сделаю прогресс? Представьте, что вы через год сидите сейчас, ровно год прошел. как вы себя будете чувствовать, если хоть что-то получится в этой цели? Может она действительно стратегическая? Подумайте о критериях выбора, через какую призму я пропускаю, может быть вы понимаете, что все, пора, надо этой темой заняться, или хоть что-то начать в ней прокапывать. Можете в чат написать, как прошло ваше обсуждение, удалось ли вы... А там хороший вопрос есть в чате, ты не видишь его про... Одну тему года. Есть две большие стратегические цели, на ресурсы истощаются, или это было в брейкауте? Сейчас, одну секунду, я открою, вот вижу. Есть две большие стратегические цели, на ресурсы истощаются, а рабочие обороты сбавлять нельзя даже во время праздников. Как справиться с рабочим учебным стрессом во время пандемии, когда мы все живем сейчас перед ограничением? Да, давайте я кратенько отвечу на этот вопрос про приоритеты. Это тяжелейший вопрос, то есть, Екатерина, это точно, точно то, что требует определенного фокуса и разговора. Мы не можем сделать, мы просто люди, каким бы лидерами мы не были, мы не можем сделать то, что мы физически не можем сделать. Из вашего сообщения я чувствую невероятную нагрузку от того, что происходит. Поэтому, если человечески это возможно, то, конечно, желательно приоритизировать и понять, хватит ли вам ресурсов для того, чтобы выжить. Ну и стресс, достигаторский стресс, это глубинные страхи часто и не всегда обоснованные и сообщества, то, о чем мы немножко говорили с Максом, одно из спасений. Макс, график, какая тема для тебя? Да, Серег. Я, так как мы сегодня у нас по-новому в цели ставятся, мы разбираем некоторые методики целеполагания, которые раньше не были мне, по крайней мере, известны или близки. И на вот этот вопрос твой о теме я подумал, ну как бы есть цели, которые у меня уже сформулированы, я плюс-минус к ним иду и какой-то там прогресс есть, оно скорее всего так или иначе случится, надо постараться и так далее. А есть тема, которая меня внутри волнует, но какого-то плана по этому поводу нет. И вот, да, я в разговоре с Серегой взял это. Это тема ну каких-то таких как бы глубинных коннектов с людьми со схожими взглядами. То есть у меня вот, есть ощущение, что мне как бы чуть-чуть этого, по крайней мере, по итогам этого года не хватает. Может, там, пандемия разъединила, может, еще что-то, но мне бы хотелось в будущем как бы больше, там, лучше и глубже общаться с людьми, с которыми мы похожим образом смотрим на вещи, например, связанные с обществом или с развитием. И вот это... И почему на самом деле это для тебя важно? Я тебе сказал гипотезу, что без этого как бы есть какое-то чувство одиночества в своем представлении о мире, вот, и не хочется, не хочется быть в этом одиноким. Да, одиночество – это то, что я тоже сильно испытываю в этом мире. А я могу задать пять, почему, просто я не буду делать, чтобы сэкономить время, но это тоже один из методов для того, чтобы глубже копнуть мотивацию. Могут ли тебе помочь люди, которые подключились к нашему сегодняшему разговору в достижении этой цели или работы с этим вызову? Ну, давай мы пойдем сейчас дальше, еще поработаем, я думаю, что вполне мы можем друг друга усилить и поддержать. Окей, просьбу никакую не хочешь озвучить пока? Никому. Ну, я подумаю, каким образом лучше это озвучить или предложить, пока не придумал. Окей, хорошо. Но тема, я с тобой с тобой как бы спасибо за вот этот метод от Джима Коллинза подумать над каким-то фокусом, одним над тем, чему посвятить следующий год, это интересный подход и подумать над тем, какие приоритеты будут этому служить. Да, очень, пару уроков. Во-первых, то, что сделал, это довольно смело, потому что открыто поделился. Второй тезис в том, что когда ты делишься и просишь помощи, мы все очень хотим помогать, это может запустить какой-то процесс и может кто-то с идеями поделится или какие-то о клубе расскажет, который уже это делает или станет членом этого клуба. И еще одна вещь, что мы часто очень сфокусированы на моменте, в котором мы находимся, на той позиции, на которой мы работаем или том, чем занимаемся сейчас. Ну, конечно, нужно оценить в первую очередь тот вектор, в котором мы движемся, то общее направление. Если в целом оно правильное, то уже можно успокоиться, потому что когда начинается коучинговый контракт, известный факт, что обязательно случится кризис, в каком виде, это уже другой вопрос. Что-то пойдет не так. Синдром планировщика планировать будем больше, чем получится. Что-то пойдет. И в этом плане это тоже нужно учитывать, поэтому иметь вектор и упорство потом обойти, как вода, пройти по каким-то другим этапам, но все равно сохранить этот вектор, встать и пойти дальше, это, конечно, непросто. Да, про стопы года тут просто спрашивают. Я пару коротких вещей, чтобы мы все успели. Я думаю, что количество ненужных встреч стоит уменьшить на треть смело, то есть, которые, ну, в целом толку никакого не имеют. Я знаю, что это есть тоже тест хороший. Готов ли я, насколько то, что мне сейчас предлагают, я реально готов. Зная все, что я знаю сейчас, я лучше скажу нет сразу. И потом скажу, да, если я поменяю свое мнение, то есть, у тебя дефолт, по дефолту, по определению, ты говоришь нет. А потом, например, можешь сказать, да, может быть, это хорошее. Слушай, ну, мне кажется, этот год, он нас, в принципе, научил тому, что не обязательно встречаться, это нормально воспринимается. Количество зумов, количество зумов, количество интро, которые ты часто, то есть, это вторая вещь, мне кажется, тоже важная, что, ну, утро, утро очень хочется защищать, то есть, стоп, что-то ставить на утро, есть хорошая практика, она стала модной почему-то, либо в моем окружении. за завтраки. Свободная среда. Среда, то есть, каждую среду, или среду раз в две недели, ничего не ставить. И это тот самый день подарок, когда ты такой, о боже, это счастье, я могу все, что на меня наваливается, сделать. Ну, еще один стоп. Какой процент времени мы говорим о том, в наших разговорах, как неэффективны другие, или какая у нас неправильная там система госуправления, или какая у меня, какой у меня плохой руководитель, что не так, где-то еще. Мне точно надо снова уменьшать этот процент. У меня много стало какой-то злобы, которая мне вообще не нравится, и мне стыдно за нее часто. И я это время мог бы потратить более эффективно. Спасибо, Сергей. Окей. Возьмем на вооружение, каждый подумает над своими стоп-листами. Ну, что мы, наверное, двинемся дальше, у нас же еще несколько методик, да? Да, у нас есть методика от Маршала Голдсмитта. Маршал Голдсмитт, это коуч Сереги, и учитель, и духовный наставник. Да, у Маршала есть масса видео, я не буду здесь подробно останавливаться. Скажи коротко, как он предлагает ставить цели? Он на самом деле как бы предлагает, у него есть канвас такой небольшой, где он говорит, ребят, есть вещи, которые надо оставить, есть вещи, которые нужно создать, устранить. Вы просто берете бумагу и пишете, какой процент времени вы проводите в каждом из этих состояний, и что-то убавить, что-то прибавить. Просто одна из методик, здесь ничего очень сложного нет. И Маршал в этом смысле, он буддист, он упрощает все до, именно поведенческие, он гуру поведенческих изменений. Вы берете его 20 ошибок, гуглите, смотрите, можете выбрать одну поведенческую историю. Но он гуру того, что он заставляет лидеров вовлекать других в развитие. И, например, я хочу лучше слушать и слышать. Потому что, когда вам говорят, что вы плохо слушаете и слышите, вам на самом деле говорят, что вам пофигу. Это простая поведенческая вещь. Вы говорите, я хотел бы научиться лучше слышать, поделиться с другими, и они могут оценить, получается или нет. Следующий слайд. Просто надо пробежать это быстро, потому что эти методики, они могут быть, вы потом можете посмотреть презентацию, и методики – это теория, которая бывает скучной. Мы хотим просто несколько показать, чтобы вы… Давай, еще одна. Вот эта штука мне жутко нравится. Это наш любимый с Максом стоик, Тим Феррис. Поставьте такой вот палец, если вы о нем знаете, функцию. Это страхополагание. Собственно, что это такое? Первое, три колонки. Первое. Что будет, чего я на самом деле боюсь? Что, если случится это и это, и это? Что, если я потеряю работу? Что, если, не знаю, кто-то близкий умрет? Что, если что-то еще, что-то еще? Да, вот тот Михаил Михайлов. Он, Михаил Михайлов, все знает на самом деле, очень круто. Вторая колонка. Что я могу сделать сейчас, чтобы предотвратить эти риски? Прямо сейчас. И третья колонка. Что я могу сделать, если это случится, и когда это случится, чтобы исправить ситуацию? И когда это все будет прописано, тревога может уйти на сторону, потому что, оказывается, эти страхи не такие большие, вы освободите себя, чтобы действовать. То есть, негативная визуализация, о которой ты, Макс, рассказывал. А почему она тебе так нравится? Просто интересно. Она мне так нравится, потому что, мне кажется, она очень релевантна для наших времен. То есть, философия стоиков – это мощнейшая операционная система именно для нашего времени. потому что, в принципе, с утра встаешь, и ты ментально готовишься. Сегодня, там же есть мантра даже такая, сегодня я встречу ужасно недружелюбных людей, которые могут ошибаться в своих суждениях, которые будут меня оскорблять, не понимать и так далее. И ты, в целом, готов к этому. То есть, ты праймишь себя, то есть, ты себя готовишь к тому, чтобы, когда, когда, чем хуже, тем лучше. В общем-то, это та методика. И на самом деле, есть очень умные стратегии, говорят о том, что в кризис одна из стратегий. В кризисе надо иметь стратегию. Большинство из нас просто пинает банку вдоль по дороге. Пнул, что-то получилось. Стратегию нужно иметь. Вот одна из стратегий – это, наоборот, все сжались от страха, а ты, наоборот, растешь. Иногда просто действуй уверенно, можешь захватить рынок, конкурентов скупить, или просто, понятно, что хорошо сидеть в кэше и быть готовым это все сделать. Но, тем не менее, иметь стратегию в кризис критически важно. План действий в ответ на пандемию. Ну, и так далее, и так далее. Это просто такие базовые, наверное, вещи. Окей. Следующий слайд. Здесь, наверное, это Кремниевая долина и методика ОКР. Здесь я просто скажу пару вещей, можете потом посмотреть на слайде. Здесь идея о том, что есть объектив, опять же, тема увеличения выручки, или тема, личная какая-то тема. Кир-резултс – это, по сути, поддерживающие эту цель, ключевые результаты, которые могут помочь. ОКР – очень модная методика, опять же, в Силикон-Вэлли, можно ее изучить, она очень модная, и у нас в том числе, просто как один из методов, который многие компании любят. Больше не хочу сейчас… – Ну, это больше корпоративная история или это личная жизнь не может быть? – Она очень известна в корпоративном мире в большей степени, поэтому это скорее для… – Хороший вопрос про минусы, ОКР, видишь ты, какие-то… – Ну, как обычно, то есть это дискуссия о том, что если лидеры не верят в эту методику и не в организации, и не действуют согласно ей, то, конечно, она не так хорошо будет работать. Это один из примеров того, как в организации. Потому что любая стратегия, она может разбиваться тем, что ключевые люди не купили и не действуют, и свое поведение не поддерживают те изменения, которые происходят. – Эта методика, как я понимаю, она подходит для таких чуваков Excel, которые там все забили, потом галочки ставят там каждый день. – Ну, и да, и нет. Там есть очень важная штука, о которой мы, кстати, не говорили. Это Loon Shots. То есть мы планируем тему, мы планируем те вещи, которые мы с высокой долей определенности будем делать, но мы очень редко планируем один какой-то прорывной фактор. Одна или две большие ставки или венчурные штуки, которые если взлетят, мы оказываемся на Луне. Это как пример того, что предлагает ОКР и, собственно, его авторы. Просто это настолько модная тема в корпоративном мире, особенно в технологических компаниях, что мы не имели права ее не поставить в славу. – Окей. Ну и твой любимый Тони Робинс? – Да, я, несмотря на то, что кто-то его не любит, я его продолжаю любить, потому что практически все его программы прошел, и он где-то великий компилятор, и где-то все равно я верю в доброту его намерений. – В том числе Стоиков, кстати. – Наверное. – Да, да, да. И, наверное, ключевая история в том, что его формат, целеполагание, вот этот слайд, если бы я был на вашем месте, я бы только с ним работал. По сути, что мы с вами сделали? Мы взяли тему, выбрали ее, ну, это вот центральная колонка, результат. Мы пока не обсмарчивали эту цель, мы не ставили каких-то четких целеполаганий, да, в Excel не забивали, но мы выбрали тему. Можно дальше докрутить, сказать, а как бы мог выглядеть результат? Насколько я могу пропустить его через критерий смарт? Вторая вещь, которая критически важна, что мы сделали? Мы поговорили про нафига это нужно, пропас, колонка справа. Почему это для меня важно? Там основная мотивация. Если там мало буллетов, даже не стартуйте, у вас нет мотивации. Надо еще раз это продумать, для себя лично соединить и сделать это максимально личным. И уже левая колонка, то, что мы коротенько сделаем в упражнении, это конкретные идеи действий, которые можно было бы делать. В чем здесь очень важный, тонкий момент? Взять, написать 10, 15, 20 конкретных идей и прежде чем делать, какие 20% действий дадут 80% результата и начать с них. То есть еще раз подняться на вертолете и снова посмотреть, и не спешить действовать. Очень простая методика. Все здесь описано, как это делать. И давайте движем дальше, и уже у нас упражнение. А давай мы попросим, друзья, вот вы в малых группах разговаривали, плюс там наши, Серега, премьеры слушали, о том, какой вектор года, то есть какой главный топик, то есть какой вот этот главный результат. Если вы напишите коротко направление в чат, то будет здорово, мы их бы зачитали и, может быть, как бы вокруг этого как-то чуть покрутили и потом перейдем к упражнению. Да, и мы очень важную вещь хотели предложить вам, потому что мы хотим строить сообщество. И есть термин такой, ЖПТ, жизнь после тренинга. Очень проблемная зона, это как раз фоллоуап, то есть то, что происходит после нашего разговора. И мы хотели вам предложить в тех маленьких группах, когда мы финально сейчас в них поработаем, обменяться контактами и договориться о том, что вы свяжетесь на 20 минут, 30 минут или хотя бы просто обменяетесь сообщениями, а может и сделаете группу в WhatsApp, если вы решите не нарушить это ваших границ, для того, чтобы через три недели, может быть, до конца января, потому что процент, 92 процента, если не ошибаюсь, статистика в том, что мы наши новогодние решения не реализуем. И вот чтобы риск этого минимизировать, мы вам предлагаем с незнакомым человеком, возможно, вы будете этого человека знать, или в тройке, или в четверке, обменяться контактами и помочь себе не провалить эту тему года и хотя бы оставаться на связи и стараться друг другу помогать. Переходим к упражнению или ждем, что пишут люди? Ну там про творчество пишут, тема года творчества, тема года выравнивания work-life balance без потери результативности в сфере work. Хорошая идея. Супер тема. Ты что-то можешь, кстати, по этому поводу сказать? Ну, если просто фрейм тоже имеет значение, то есть work-life integration становится более модной темой, то есть что происходит в кризисе? Границы размываются тотально, границы, еще и полюса тоже, то есть богатые и бедные становятся еще дальше, и границы между работой и домом размываются. То есть здесь, конечно, само ожидание тоже, когда ты понимаешь, что есть этот баланс, а его, в принципе, быть не может. Ну, нужно искать, конечно, новые какие-то форматы, новые решения. У нас с супругой было лайфхак. Сейчас очень сильно подешевели отели в центре, и мы за, не знаю, в разы более дешевую цену сделали такой staycation, мини-вокейшн у себя рядом, и просто на 24 часа там супруга ушла и просто отдохнула от ребенка, вернулась с улыбкой и счастьем, и это было маленькой победой. Возможно, мы это тоже можем сделать. Эмоциальную смелость, да, спасибо. Больше работы со смыслами, развитие заработок через творчество, эмоциональная смелость, тема года деньги, это норм? Все норм, то, что вам важно, это норм. Если это вам важно, значит, это норм. Развитие бизнеса. Очень круто. Вы глубочайшие вещи пишите, на самом деле. Тема утра, мое утро в этом году просто деградировало тотально. Я просто стал зомби утренним. И Светлана Чугунова, я надеюсь, мы с вами познакомимся и мы друг другу поможем. Хотя нет, мы не должны общаться, мы должны общаться с теми, у кого это получается. Ну, супер, да. Достижения в бизнесе, команда, доход, самодисциплина, тема года. Огонь. Супер. Познакомимся с собой, потрясающий тема. Вы большие молодцы, спасибо за то, что делитесь. Окей. Ну что, финальное упражнение? Еще есть. А про daily questions еще это больше? Да, кратко просто скажу. Daily questions. Есть отдельная лекция на этом, на YouTube. Идея какая, что вы сами составляете себе чек-лист, чтобы операционализировать вот эти все цели. и под эти цели составляете три-пять вопросов для начала. И можете договориться с кем-то, созваниваться вечером, две минуты в день, все очень просто. И задаете себе вопрос, получилось, не получилось это сделать. От нуля до десяти, насколько я усилия приложил, чтобы это все реализовалось. То есть, формируйте сами, вопрос составляйте, который поможет вам придерживаться курса. Вот. Или количество минут, которые я провел, занимаюсь такой-то активностью. То есть, просто четкий чек-лист, который является совестью процесса реализации вашего плана развития или удерживать приоритет в центре внимания. Или одно действие, один маленький шаг, который я сделал в направлении этой темы года. Все. А потом смотрите на прогресс. Прекрасно. То есть, мы уже поговорили о теме года, поговорили там с кем-то о приоритетах, о том, с чем остановиться. Кстати, то, что перестать делать, можно, тоже в... Можно тоже сюда. Избегал такого-то действия. И теперь очередь подходит к тому, чтобы поговорить о некотором плане. Абсолютно. В плане движения к цели. Да. Что мы с вами делали? Мы с вами от большого к маленькому шли. То есть, мы макро-темы, мы макро-тему выбрали. Мы соединились, я надеюсь, с тем, почему вообще это правда важно. И сейчас мы хотим предложить вам краудсорсинг идеи сделать, насобирать идеи, что конкретно я мог бы делать с этой темой. Как конкретное действие, конкретную идею, конкретное решение, что перестать делать. И мы сделаем это в формате группы из трех-четырех человек. У кого-то будет два, сейчас посмотрим, как это получится. Давайте на четыре поделим. Это очень важная практика. Что вам нужно будет сделать? Что бы вам не сказали, кстати, многие, наверное, делали фид-форвард, поставьте большой палец, если делали. Мы часто такое проводим. Если нет, фидбэк, практика более традиционная, фид-форвард, это разговор о будущем. Что бы вам не сказали в ответ, отнеситесь к этому как к подарку. Если вам не нравится этот подарок, вы можете его кому-то передарить, выкинуть, отдать тещу и вообще что-то другое с ним сделать. Но в моменте ваша задача сказать спасибо и дальше перейти к другому участнику. Вы можете записывать все, что вам скажут, но задача такая, вы соединились в группу, три-четыре человека, давайте я первый, меня зовут Такта, всем привет, вот мой вызов, дайте мне, накидайте мне идеи. Вы затыкаетесь, кто что вам все равно не сказал, просто поблагодарите их, переходите к следующему. Быстрое, позитивное, конструктивное упражнение, никаких обсуждений, просто поблагодарили, вышли из этого упражнения. Окей? Друзья, всем снова привет, все вернулись. Я знаю, что многим из вас не хватило времени, это часть того замысла, который был, уж извините, специфика формата, в том числе, чтобы вам просто попробовать сделать, сделать хотя бы часть этого формата, хотите, можете в одно слово написать, каково это было для вас, может у кого-то что-то, что-то вы успели. Наша цель была сделать так, чтобы вы понасобирали идей, и очень важная штука для успешных людей, просить помощи у других, мы часто не умеем это делать. Кто-то успел, и Светлана, которая с двумя своими стратегическими приоритетами, да, и Магия Утро, да, 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 вот, отлично, ну, некоторые группы могли не успеть. В любом случае, вы можете продолжить собирать идеи, Макс тоже сейчас мы обменялись конкретными идеями, спасибо, еще, еще, важная вещь, короткий формат, второе, идеи, люди очень хотят помогать, хотят делиться идеями, фокус на будущем, который мы можем изменить, а не на прошлом, который мы не можем изменить, и пишите мне, я не знаю, там, Фейсбук, или куда, куда хотите, с удовольствием дам свои контакты, тоже буду рад делиться идеями, практическими и не очень. Окей, в том числе, это задача вовлеченность, да, удерживать, потому что в Зуме это не так просто. В целом, я надеюсь, что вот этот замысел наш, взять какую-то одну тему и вектор на следующий год и с ним поработать, его покачать, у нас улучшился, или мы как-то даже справились с ним. Нас не видят, но хотя бы слышат. Это уже хорошо. А может быть, ты включишь слайд тогда, или не получится? А может быть, нас на самом деле нет, и это все иллюзия, как многое в нашем мире. Спасибо большое. Потрясающий воркшоп Елене показалось, Мария, крутой формат. Спасибо, Макс, слово тебе. Да, а ты еще что-то хочешь сказать про твердость характера? Да, то есть, Энджела Дагворд пишет о том, что нам критически важно упорство, особенно в отношении долгосрочных тем, удерживать. И я, это важная штука. Вторая вещь, мы надеемся, что это длящиеся отношения, то есть, мы с тобой давно знаем друг друга, что суперспорт – это сообщество. Людям очень не хватает сообщества, нам чертовски одиноко и плохо бывает. Давайте помогать друг другу, потому что невероятное богатство – это сообщество, которое вокруг «Аллаф Суперспорт», которое ты привлекаешь, и люди ценностные, люди, которые хотят что-то менять, люди, которые олицетворяют будущее этой страны. И давайте друг другу помогать, потому что от этого мы только сильнее станем. Делитесь этими целями с другими, делайте всех коучами, не обязательно один должен быть коуч, качество коучинга на вашем peer-to-peer, на уровне дружеском, оно тоже очень большое. Просите помощи, делитесь этим, собирайте идеи, но делайте то, что вы считаете нужным, не обязательно слушать всех, это не конкурс красоты, очень важно камеру включить, похоже. Это основное, что я хотел сказать, если вы одну вещь осмыслили или одну вещь поменяете, это уже большой успех, и спасибо большое за интерес. Что еще? Да, Серега, спасибо тебе огромное за, во-первых, за обзор вот этих разных практик, теперь, по крайней мере, у нас там будет запись, и мы всегда можем вернуться, посмотреть презентацию, мы вышли о том, каким образом можно смотреть на планирование, во-вторых, да, спасибо тебе за фокус на одной главной вещи, и как бы такой новой, которая, возможно, не была раньше сформулирована в мыслях, ну, и за вот этот постоянный саппорт твой и желание помочь. Это супер. Друзья, спасибо вам огромное. 2020 год был необычным, и цели на 2021 мы тоже ставили в необычном и непривычном формате. Серега, спасибо за мудрость и знания мира, которые ты принес сюда на нашу маленький столик. Всем хорошего года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok